ВОДНЫЙ МОМЕНТ Как говорилось в одной из советских песен, сделать сказку былью. И действительно, технологии, которые, собственно, порождаются, которые, собственно, побочный результат развития науки, позволяют, сделали былью несколько человеческих сказок. Вот здесь есть эти примеры, да, но я не буду подробно останавливаться, собственно, все это знают. Но вот сейчас вы много слышите о нанотехнологии. И какую же сказку обещает сделать былью нанотехнология? Вот, как это неудивительно, хотя нанотехнологии много чего ждут, но вот я сейчас попытаюсь рассказать об этом. Совершенно неожиданный и совершенно сильный эффект. То, что достаточно условно можно назвать нанотехнологиями. В России вообще нанотехнологиями называют все, что делается меньшим ключом на 24. Но, тем не менее, оказалось, причем для биологов совершенно неожиданно, что вот какая-то работа с частицами именно такого нанометрового размера позволила делать некоторые интересные вещи. Но это одна из таких человеческих фантазий, человеческих надежд. Это картина Лукаса Кранаха-старшего «Источник вечной молодости». Это как раз тот источник, который искали герои одной из серий пиратов Карибского моря. Ну, вы видите, да, художник изобразил такой бассейн. Ну, вот если так, с моей стороны, то справа к бассейну подъезжают тележки с пожилыми людьми. Видите, некоторых на тачках привозят родственники. Потом эти пожилые люди добираются до бассейна, некоторые время плавают, а выходят с другой стороны уже молодыми. Видите, они переодеваются и сразу идут упировать. Причем, обратите внимание, идут не работать. То есть кузнец не бросается к молоту, а пряха не бросается к прялке, а люди садятся за стол. Ну вот, это тоже такая вторая мечта человечества – не работать. Ну, первая – это мечта о том, чтобы не стареть. И надо сказать, что вообще-то, когда какая-то наука начинала бурно развиваться, то она обычно ставила перед собой задачу осуществления вот этой вот мечты. Например, вот сейчас это трудно представить, но в 15-16 веке самой передовой наукой была география. Как говорят, открывали все время новые земли, примерно как сейчас на дронном коллайдере открывают какие-то параметры бозона Хитса, тогда описывали новые острова. И вот действительно был пансер де Леон, испанский мореплаватель, по следам которого шли пираты Карибского моря. Это действительно реальный человек. Он руководил экспедицией, которая действительно искала источник вечной молодости, нашла полуостров Флориду. То есть основной цель экспедиции я не выполнила, но побочный результат был очень-очень интересным. Примерно так же было у алхимиков. Вот поиски, кажется, от старости, они давали часто интересные результаты, но не те, что ожидали авторы исследований. Ну а здесь уже не картина, это фотография, которая была впервые опубликована в 2008 году. Большая работа, одним из руководителей был Владимир Николаевич Анисимов. Я его тоже покажу позже. Здесь изображены две мышки. К сожалению, указки нет. Вот та мышка, которая немножко пониже и немножко ближе ко мне, это мышка, которая прожила, ну такую, может быть тяжелую, может не очень, но долгую мышиную жизнь, целых 630 дней. Надо сказать, что эти две мышки, это две мышки-близнецы, они из одного помета, то есть генетически они очень-очень похожи. А вот та мышка, которая чуть повыше, она получала некий препарат. Ну он назван здесь аббревиатурой СККУ, но позже я расскажу об этих препаратах. Вот если мы увидим на мышку, если мы посмотрим на мышку, которая ближе ко мне, на ту мышку, которая так жила, провела обычную жизнь, ну в достаточно комфортных условиях февария, ну вот обратите внимание, например, на то, что она потеряла вибрисы. Это то, что люди называют усами, но на самом деле это органы, с помощью которых грызуны ориентируются по земельях, которые заменяют им глаза, и с помощью которых они осуществляют коммуникацию друг с другом. То есть мышка потеряла вибрисы. Обратите внимание, что вообще мордочка достаточно облезлая, через потерянную шерсть проглядывает кожа. Если внимательно посмотреть, не знаю, видно или нет, ушко такое у него, трещина на ушке, да, это связано с тем, что с годами, ну не с годами, с днями, коллаген становится все более и более жестким и лопается. Но если мы посмотрим на другую мышку, мышку, которую давали препарат, она выглядит примерно так же, как должна выглядеть мышь, не из 630 дней, а где-то дней 30. Вот такие вещи удаются, вот такой эффект удалось получить и фактически впервые в мировой практике в начале века. Ну вот, еще одна картинка с теми же самими мышками, это уже рентген. Вот как раз хорошо наши два доклада как-то перекликаются друг с другом. Рентгеновскому обследованию подвергаются не только люди, но и мыши. И здесь видно, что у контрольной мышки позвоночник гораздо сильнее изогнут. То же самое происходит у людей. Это заболевание, которое называется остеопорозом. Вот когда у человека, ну у людей с старости появляется гор, появляется такая сутулость, это результат того, что часть позвонков разрушается. И вот если вы посмотрите на мышку контрольную, мышку, которую получали препарат, вы увидите, что позвоночник у мышки, которая получала препарат, он более гладкий. Он фактически такой же, как был у нее, когда она из маленькой мышки доросла до такого нормального размера. Ну и, забегая вперед, я скажу, что большинство биохимических параметров вот этих мышей, старых, которые получили препарат, они тоже такие же, как у молодых. А вот еще одна кривая. Кривая, ну вот, к сожалению, рассказывая в науке, трудно очень избежать вот всяких таких вещей. Ну вот, это картинка, которую очень любят оперировать геронтологи, те, кто занимается старением. Это так называемая кривая дожития. Звучит мрачно, но вот кривая дожития, вот что, представь себе все, что это такое. Вот, думаю, все тут учатся почти в каких-то вузах. Обычно, когда заканчивается какой-то, ну, выпускной вечер, все расстаются. Но обычно на каждом курсе находится какой-то человек, который собирает обо всех информацию, собирает людей на встречи. И вот у него обычно есть все фотографии всех людей с курса. И вот он каждый год, может быть, в день выпускной смотрит на эти фотографии, и сначала он видит, что вот, все живы, все живы. Потом приходит время, когда там Василий Иванович умер, потом Василий Петрович, потом Алла Ивановна. Если все это нанести на график, то есть отметить на горизонтальной оси возраст, а не на вертикальной оси либо выживаемость, либо количество живых особей, получится вот такая любимая геронтологами картинка кривая дожития. И здесь изображена кривая вот тех мышей, которых мы видели на картинке. То есть это уже анализ не отдельных особей, а группы. Что можно на этой картинке увидеть? Нижняя кривая, она, так условная кривая, она больше похожа на ступенчатую лестницу. Это то, как старела выборка, какая-то популяция контрольных мышей. Вы видите, что примерно до 200 дня они не умирали, а потом начали умирать. И к 800 дню последняя мышка умерла. А вот те мышки, которым давали препарат, они не умирали где-то до 420 дня. Не знаю, можно курсором здесь показывать? Не очень. Ну это видно, да? Я криваю, у нее такая полочка. Вот эта вот полочка, это такая статистическая молодость. Если мы посмотрим на людей, на слонов, на кого угодно, то возраст, когда кончается молодость, можно определить по этому плато. Тут видно, что плато продвигается практически в два раза. А потом мыши начинают умирать, опытные также, и максимальная продолжительность жизни не очень сильно различается. Но, тем не менее, вот жизнь этих опытных мышей гораздо интереснее, как мне кажется. Во всяком случае, судя по той фотографии, которую мы видели в начале. Ну теперь, как, собственно, современная, ну даже не так назвать, наверное, фармакология пришла к такому результату, который я вам демонстрировал. Это Денхам Харман, величайший биолог, ну, кстати, он не биолог. Как это часто бывает, понимаете, вот биология устроена так, что профессиональные биологи — это ремесленники. Это ремесленники, потому что мы много чего делаем руками, и наблюдатели. Биологи могут смотреть на разные малосвязанные вещи, и вот, во всяком случае, мой опыт общения с физиками, с химиками учит в том, что биологи любят, может быть, успешнее находят ассоциации между всякими малопонятными событиями. Но вообще-то, вообще-то, аналитика — это не сильная сторона биолога. Поэтому очень многие концепции биологи дарят физике и химики. Ну, самый известный случай — это Фрэнсис Крик, да, без которого отцом бы не расформал структуру ДНК. Денхам Харман тоже был химиком, причем он был химиком-нефтяником. Занимался он проблемой крекинга нефти. То есть крекинг — это способ сделать из длинных молекул короткие, потому что длинные молекулы, они не очень полезны для двигателя внутреннего сгорания, ими максимум можно топить паровую машину, а если мазут разбить на маленькие кусочки, то этим можно заправить и бензобак. И вот Денхам Харман разрабатывал, работая на фирме «Эксон», его знаменитая статья по свободным радикалам была опубликована в конце 50-х годов. Тогда, по-моему, «Эксон» еще назывался «Дарт-Ойл». Он работал «Дарт-Ойл» и разрабатывал технологии дробления больших молекул на маленькие. И делали это с помощью свободных радикалов. Ну, как это конкретно делается, не так важно. Но Денхам Харману пришла в голову блестящая мысль, что свободные радикалы образуются не только где-то в технологиях, но и в живых системах. И старение — это не что иное, как отравление свободными радикалами кислорода. Вот это было опубликовано, когда толком не знали ни о ДНК, толком не знали, но вообще очень мало знали о том, как работают клетки. Но, тем не менее, вот такая блестящая идея, она оказалась очень важной отправной точкой для исследований старения. Должен сказать, что Денхам Харман, по-моему, жив до сих пор, ему уже около 100 лет. Ну вот он... Это удивительно, но люди, которые вносят вклад в теорию старения, обычно долго живут. Можно вспомнить Полинга, Хармана и вообще... Ну, кстати, и, может быть, отвлекаясь несколькой темы Илью Ильича Мечникова, который придумал термин геронтология. Он там прожил недолго, около лет 50, но вообще-то в его семье мужчины вообще умирали между 30 и 40 годами в течение многих поколений. У них был такой синдром, который проявлялся в это время, и они умирали. Ну вот Мечников, которому принадлежит идея пробиотиков, ну, вы, наверное, знаете, который первый придумал то, что сейчас называют... Когда-то была такая Мечникова, как сказать, простоквашера, и уже нет. Ну, который первый придумал, что нужно как-то укреплять кишечную микрофлору, чтобы долго жить. Вот на себе поставил такой эксперимент и добился интересного результата. Итак, идея совершенно блестящая, совершенно правильная идея Хармана о том, что старение – это результат отравления активной формы кислорода, естественно, порождает желание как-то эти свободные радикалы убрать и старение отключить. И действительно, химики еще в 60-70-е годы научились синтезировать массу веществ, которые свободные радикалы кислорода, как говорят химики, перехватывают. Ну, свободные радикалы – это кислород там с какой-то добавкой или с немного измененной электронной структурой, которая становится более активной. Есть вещества, которые его связывают и делают его безвредным. И вот, надо сказать, что антиоксиданты, которые научились химики, оказались достаточно такой революционной и полезной вещью для технологий. Ну вот, например, вы, наверное, не помните, но когда то, вообще в СССР были очень жесткие правила, очень жесткие правила, ну, технологические требования к пищевым продуктам. Всякая синтетика, ну, по разным причинам не очень пропускалась в пищу. И вот, это, кстати, было одной из причин дефицита пищевых продуктов. Я помню, когда я учился в университете, тогда был дефицит майонеза. И майонез мы покупали по случаю, стояли в большей очереди, и покупали, и хранили их где-то в холодильнике до Нового года обычно, там, хранили несколько месяцев. А майонез это продавалось в стеклянных баночках, а закрывался металлическими крышечками, еще с резиновыми прокладками. Так вот, после того, как майонез стоял несколько месяцев в холодильнике, мы открывали эти баночки и видели на поверхности такую некрасивую коричневую пленку. Это как раз результат того, что мало-мало кислорода проникало через щель между резинкой и крышкой, и там образовывались шли свободно-радикальные процессы, которыми всегда запускают кислород. Часть майонеза портилась. А современный майонез выпускается в полипропиленовых тубах, через которые кислород вообще свободно проходит. То есть, если бы современный кислород, и стоит он на полках, ну, если вы купите пакет кислорода, даже полгода вы продержите в холодильнике, он все равно не прогоркнет и не станет коричневым. Это не потому, что какими-то новыми стали молоко и масло, а потому, что туда добавляется достаточно сильный антиоксидант. Достаточно высоких количествах. Вот то же самое шоколадные батончики. Вот когда я помню, вот в детстве я помню все шоколадки, даже батончики были в такой упаковке из алюминиевой фольги. Это не от того, что не в кого-то было одевать алюминий, а потому что эта упаковка не пропускала кислород к шоколаду, и шоколад не окислялся. А вот батончики типа Марс и Сникерс в пластиковой оболочке, они стали возможны только тоже благодаря тому, что появились достаточно мощные пищевые антиоксиданты. Ну и если перейти от непищевых технологий к другим, то хорошая шина, покрышка отличается от плохих тоже тем, что там хорошие такие комбинации антиоксидантов. То есть, потому что когда на жаре в 50 градусов лопается шина, этот процесс очень похож на повреждение мембран при старении или на прогоркание майонеза. Ну то есть химики научились делать вещества, которые перехватывают активные формы кислорода. Когда эти вещества появились, тоже все думали, давайте дадим им животным, и животные перестанут стареть, мы увидим много интересного. Но казалось, что это не так. И с живыми системами было все не так просто. А вот здесь фотография человека, который, собственно, предложил путь сделать антиоксиданты эффективными для живых систем. Это Владимир, ныне живущий, здравствующий Владимир Петрович Кулачев, академик, директор Института физико-химической биологии МГУ. Вот недавно, недавно оно праздновали его 75-летний юбилей. Вот. И свою идею он излагал в самых разных публикациях, но, пожалуй, самое известное о них – это статья в одном из международных журналов, которая, вот надо было переводить, которая называется примерно так. «Как очистить грязное место клетки?» Катионные антиоксиданты, как интромитохондриальные перехватчики свободных радикалов кислорода. Название достаточно сложное, но суть его вот в чем. Суть его вот в чем. Кулачев тоже достаточно предложил такой достаточно очевидный, вот если смотреть уже со стороны, когда появился подход. Дело в том, что свободные радикалы в клетке образуются отнюдь не везде. Они образуются вот в таких вот штуках, фотография которой изображена рядом с Владимиром Петровичем. Видите сверху, да? Это так называемые митохондрии. Это частицы, в которые вырабатывают энергию клетки. В клетке вообще много чего есть. Ну, об этом рассказывают тоже достаточно долго. Но вот одна из важных частей клетки, которая ответственна за выработку энергии – это митохондрии. И кроме того, что митохондрии вырабатывают энергию, они еще и основной источник активной формы кислорода. Ну, вот это похоже на, скажем, на работу человеческих тепловых электростанций. Тепловые электростанции все-таки пока еще атомных не так много. Один из основных источников выработки электричества. Но ниже основной источник кислотных дождей. Вот. Но чего, кстати, не делать атомные электростанции. Но, к сожалению, в живой природе вот ничего подобного атомной электростанции нет, которая вообще по сравнению с тепловой практически безотходна. Наши электростанции, которые, благодаря которым мы движемся, думаем, ощущаем какие-то воздействия, они достаточно грязные. И отход, который вырабатывает митохондрия, это как раз и есть активные формы кислорода. А вот как митохондрия выглядит. Вот она выглядит как такой двуслойный мешок. Верхний слой гладкий, видно, да? А внутренний слой такой складчатый весь. Складчатый. И, ну, и как это достаточно редко бывает, но вот та картинка, которую обычно рисуют в учебниках в популярных журналах, когда хотят нарисовать митохондрию, она и похожа на реальность. Вот реальные фотографии митохондрии ниже. Они вот такие же примерно. Видно, что есть внешняя оболочка, а есть внутренняя, достаточно так сложенная сильно. Теперь самая ужасная картинка, я надеюсь, это последняя из ужасных картинок, но я призываюсь набраться терпения и вот коротко послушать о том, как митохондрия работает. Ну, здесь схема, да? Вы видите, что есть внешняя мембрана, а есть внутренняя мембрана. Только эти складки на ней не изображены. Само внутри митохондрия работает такая наша биохимическая печка. Все, что мы съедаем, там сахар или жир, в конце концов, разрезано на маленькие части, туда попадает и там сгорает. А энергия этого сгорания используется для того, чтобы выкачивать изнутри вот этого пузырька, который изображен в центре, да, наружу в межмембранное пространство протоны. Протоны — это атомы углерода без электронной оболочки. Я думаю, что многие это уже довольно прочно забыли, но вот водород — это самый простой атом, он состоит из протона положительно-заряженного, вокруг которого, ну, вокруг нельзя сказать, это всё, всё, конечно, неправильно, ну, очень условно, можно представить, что вокруг него вращается электрон. Когда есть и протон положительно-заряженный, электрон отрицательно-заряженный, атом вместе нейтрален. Когда электрона нет, вот получается такая положительно-заряженная, очень маленькая такая, скажем, молекулярная пуля. И вот, когда мы что-то едим, это сгорает в метахондриях, в результате протоны выкачивается в межмембранное пространство. А потом эти протоны возвращаются через специальную структуру, и эта энергия используется для синтеза, там, аденозинтрифосфата и всей-всей-всей клеточной биохимии. Вот. Но для нас главное, что, когда работают метахондрии, то выкачивание протонов изнутри наружу приводит к тому, что внутренняя мембрана метахондрии заряжается снаружи положительно, внутри отрицательно. Вот это тоже такое достаточно простое наблюдение, но на основе его, собственно, Скулачев еще в 70-е годы придумал, как можно метахондрии закачивать всякие интересные штуки. Но тогда он был себе молодым человеком и закачивал тогда всякие штуки только для того, чтобы увидеть, а что происходит внутри метахондрии. Вот потом уже, когда он стал достаточно зрелым ученым, он и придумал, что вот если взять метахондрию, закачать антиоксидант, то чтобы антиоксидант не болтался везде в клетке, а попадал на туда, где он нужен. Вот тогда мы увидим что-то интересное. Ну, здесь коротко изображена идея вот того, что он предложил. Вот она, видите, сверху метахондрия. Вот если мы возьмем некую молекулу, которая будет растворяться в жирах, с одной стороны, а с другой стороны будет заряжена положительно, то электростатическое поле просто затащит ее в метахондрию. А вот внизу изображена форма этой молекулы. И вот здесь, вот если отличие от всякой химии, то здесь можно увидеть, почему, собственно, это все можно назвать нанотехнологией. Потому что молекула, которая была сконструирована под руководством Владимира Петровича, она, собственно, ну, во-первых, она размера, примерно, нанометр, а во-вторых, она обладает свойствами машины, то есть состоит из разных частей, которые делают разные вещи. Вот указки никакой нет, вот тут уже мне надо бы это и показать. Ничего нет такого длинного? Хорошо, я думаю, что постараюсь допинуться. Вот эта вот штука краня, видите, такие кружочки, объединенные в трилистник, это так называемый молекулярный электровоз. Это и есть такая капелька заряженного положительного жира, которую электростатические силы затаскивают в митохондрию, которая тащит все, что мы к ним привяжем. Между ними такая полосочка длинная, это линкер. Это, ну, линкер, он и есть линкер, это как такая упругая такая пружина, которая нужна только для того, чтобы связать переднюю и заднюю части, и чтобы задняя часть могла качаться. А задняя часть, это и есть антиоксидант. Причем антиоксидант был подобран так, чтобы он, когда он перехватит какой-то свободный радиокал кислорода, он потом мог восстановиться теми ферментами, которые есть в митохондрии. Вот такая достаточно замысловатая штука. Вот это вот фактически, это первый случай, когда вещество было сначала как-то воображено, потом рассчитано, потом синтезировано, а потом еще и получился какой-то эффект. А вот фотография с первого совещания проекта, на котором, собственно, был посвящен разработке веществ, из которых и получилось, вот одно из которых, собственно, и позволило сделать мышку достаточно взрослой, но не такой облезлой, как она должна была быть. На этой фотографии, вот с этой стороны, Алексей Матвеевич Ловников, предыдущийся биолог, который предсказал за 30 лет, причем не проведя никаких экспериментов, а просто стоя в метро и смотря на рельсы, каким образом укорачиваются хромосомы. Вот, сейчас нет времени про это рассказывать, но это совершенно тоже уникальный случай, когда человек просто сидел, стоял, ждал поезда, смотрел на рельсы, и вдруг он понял, каким образом хромосомы, почему хромосомы с возрастом становятся все короче и короче. До него этого никто не представлял. Потом уже через 30 лет группа-оследователь был этот механизм обнаружен, не получили Нобелевскую премию, но, как часто бывает, того, кто подал идею, забыли. Рядом с ним Владимир Петрович Скулачев, а с краю Владимир Николаевич Анисимов, который президент геронтологического общества, который, собственно, строил кривые дожития, и под контролем которого проводились эксперименты по старению. А вот это Олег Владимирович Дерипаска. Это человек, который дал на все это деньги вначале. Вот, многие ругают олигархов, но на самом деле, вот то, что в обществе есть люди, которые могут взять и выложить там несколько миллионов долларов на свою фантазию, это на самом деле очень стимулирует прогресс. Потому что... И тут, конечно, повезло, что это получилось так, что он действительно выпускник физфака, и он не забывал о своем университете, и как-то он пришел к ректору Садовничеву, и говорит, чем бы мне поддержать университет. Он сказал, а вот я недавно разговаривал с Кулачевым, у него есть такая идея потрясающая, но на которую никакой научный фонд денег не даст. Потому что... Ну вот это одна из проблем современной науки. Фонды финансируют исследования, в которых обычно заранее все ясно. Из-за этого, может, наука развивается не так хорошо, как она могла бы. Но... И вот Олег Владимирович включился в финансирование этого проекта, в результате чего были синтезированы первые соединения и проведены первые опыты. Надо сказать, что сейчас... В общем, Дерипасков фактически поступил как бизнес-ангел. Он это дело все начал, а потом в 2008 году начался кризис, и он там сказал, что я теперь должен спасать свои основные активы, а вы обратитесь в Роснано, может, вам все-таки Роснано-технология. И после очень долгих с Роснано переговоров сейчас этот проект очень сильно поддержал Роснано. Причем с несопоставимыми средствами, чем те были вложены в начале. Итак, это все хорошо, то есть некая фантастическая молекула, теоретические предположения, но их же надо проверять. Потому что, ну, прежде чем брать какие-то вещества и давать его, скажем, животным, нужно узнать в общих чертах, как они работают. Вот эта картинка, которую иллюстрирует один из способов, достаточно защищенных, которыми работают биологи. Здесь изображена клетка. Вот этот темный кружок — это ядро клетки. А биологи, ну, то, что при поддержке физиков и химиков создали такую науку, как генной инженерии. С помощью генной инженерии научились красить разные части клетки флюоресирующими красителями. Сделать так, чтобы... Вот здесь на зелененькое — это фотография клетки, митохондрию которой заставили синтезировать так называемый GFP. Это я уже загибаю, нехорошо. Зеленый флюоресирующий белок, который, если его посветить ультрафиолетом, начинает светиться зеленым. А вот средняя картинка — это та же самая клетка, которой дали препарат, который я показывал, да, только к нему прицепили еще одну, еще один кусочек, который флюоресирует красным. А потом они фотографии наложили и увидели, что зеленое и красное практически абсолютно накладывается. То есть вот таким образом с помощью серии таких экспериментов доказали, что действительно препарат, который призван включать старение, попадает именно в адресную митохондрию. Вот. Ну, это хорошо, препарат попадает в митохондрию, а дело то, что они хорошие для клетки. Вот уже первые клеточные фотографии увидели, что препарат достаточно сильно изменяет структуру клеток. Когда я учился в школе, в классе, когда у нас только начиналась биология, нам говорили, что клетки — это такие вот мешочки, такие мешочки, в которых находится жидкое содержимое. Вот потом я закончил школу, начал учиться в университете, и уже когда я учился в университете, до цитологии стало доходить, что на самом деле клетки внутри не жидкие, а внутри клеток есть так называемый цитоскелет. То есть такая вот трёхмерная, такая большая трёхмерная такая сетка, похожая на напряжённую структуру архитектуры, о которой нам придётся тоже обратиться. Вот на этой фотографии видно, что клетки, которым давали препарат, имеют гораздо более густой клеточный скелет, чем клетки в контроле, которые им не давали. Ну и биология уже, ну, некоторые считают, что есть теоретическая биология, и некоторые, что нет. Я считаю, что если сравнить биологию с физикой, то, конечно, никакой теоретической биологии нет. Но, тем не менее, цитологи научились уже на основании того, что видят в микроскоп, предполагать, что будет с целым организмом. И вот предположили, что вот такое укрепление цитоскелета приведёт к тому, что клетки, ткани, состоящие из этих клеток, будут лучше регенерировать. Ну, тут логика совершенно очевидна. Чем клетка крепче, тем быстрее она будет делиться, тем быстрее ткань будет затягивать повреждения. И вот результат соответствующего эксперимента. Ну, контроль. Это у биологов всегда то, что, так сказать, где минимум воздействий. Ну, здесь на картинке изображена так называемая плоская кожная рана у мыши. Видно, да? Первый день мышки нанесли такую аккуратную ранку. И потом начали по дням фиксировать процесс. Часть мышей были контрольными, часть мышей на ранку наносили специальную полимерную плёнку, нейтральную, а в часть, часть мышей в плёнку вводили вот тот самый препарат, о котором мы говорим. И здесь видно, что ранки, которые обрабатывали препаратом, заживают гораздо быстрее. Это был один из первых таких эффектов, первых эффектов препарата СККО-1, о котором я вам рассказывал. И позже было проведено достаточно много экспериментов. И вот сейчас этот список уже расширен, но этот список из работы 2011 года, где собраны все эффекты синтезированного препарата, что позволило сделать вывод, что исследование препарат по объективным показателям продлевает молодость. Ну, а мы это видели на фотографии ещё в самом начале сообщения. Ну, в двух словах, когда создавался этот проект, ну, тут была организована такая очень интересная система руководства, такая, такая... Вот я впервые с таким встречался, когда люди не пишут много отчётов, да, они просто заполняют лабораторию журнала в определённой форме, в определённом... ну, то есть, создаётся сайт, руководители групп имеют допуск к этому сайту, и они должны просто всё, что они делают в лаборатории, туда выкладывать. И руководитель проекта, он может любой день, не дожидаясь отчёта, посмотреть, что делается в одной группе, что в другой. Это позволило привлечь, не делать всё, скажем, в Москве, а создать такую сетчатую структуру. Вот, и был конкурс, в котором участвовали многие исследовательские группы, в том числе наша группа, ну, прошла достаточно жёсткий отбор, ну, а надо сказать, что работали исследователи из Москвы, из Петербурга, из Новосибирска, было несколько групп в Америке, а шведская группа руководила даже членом Нобелевского комитета, Ян Эдергард. Вот, и, естественно, задачи были тоже распределены между разными группами, и нам была поручена достаточно серьёзная задача выяснить, способен ли этот препарат защищать от окислительного повреждения генетический аппарат животных. Вот, то есть мы работали, как на фотографии с мышами. И что у нас получилось? Во-первых, мы показали, что у крыс, которые получают препарат, существенно меньший уровень разрыва хромосом, а во-вторых, мы показали, что у них существенно меньший уровень окисления ДНК. Что было достаточно интересными данными для достаточно важной информации для подбора ДОС и для конечного формирования тех препаратов, которые получены, и ещё будут получены. Это наша ростовская команда, которая в этом участвовала. А вот, собственно, результат, коммерческий результат проекта. Проект начался в 2007 году, а в 2012 году, это рекорд для России, было в продаже, появилось первое вещество, которое, первый препарат, в основе которого было то, что можно назвать нанолекарством. Вот это самое вещество, о котором я говорил. Первый препарат появился, как глазные капли. Связано было с тем, что по не очень понятным пока причинам наибольший эффект получен при лечении... Да, я должен сказать, да, ещё вот какой важный момент. Вот идея лекарства от старости, хотя я в нашей компании можно так говорить, про это свободно, но вообще для фармакологии совершенно чуждая. Фармакология современные этого не признаёт. Фармакология считает, что лекарства должны быть от болезней, от конкретных болезней. И поэтому выпустить на рынок лекарства от старости просто невозможно. Хотя надо сказать, что сейчас эта ситуация начала несколько меняться. И слово панацея уже экспертными фармакологами... Панацея, знаете, что такое, да? Ну, это то, что искали алхимик, лекарства, всего-всего-всего. Слово панацея используется фармакологами, экспертами уже не как ругательное, а как хотя бы такое возможно для обсуждения. И вот появился первый эффект, достаточно сильный, был получен для глазных заболеваний, поэтому готовя лекарства для человека, начали делать глазные капли. Ну, связано это еще с всякими коммерческими мотивами. В 2012 году появились глазные капли под названием визаметин. Вот, к сожалению, в Ростове они пока не продаются, они продаются только в Москве, в Питере, в каких-то больших центрах. Потому что, ну, фармакологический маркетинг это отдельное дело, которое такое достаточно сложное. И здесь еще... А второе лекарство, которое появилось, это косметическая сыворотка. И вот интересно, как это получилось. Это тоже, кстати, о связи науке общества. Ну, основные люди, которые командовали этим проектом, люди достаточно взрослые и серьезные, поэтому, вот, конечно, надеялись, вот мы сделаем глазные капли, а потом мы, конечно, будем делать пероральную форму, которая, парадически должна ускорять восстановление после инсульта и защищать от сердечно-сосудистых заболеваний. Но когда появился визаметин, глазное лекарство, неожиданно оказалось, что он из аптеки стал исчезать. То есть люди покупали явное его количество, избыточное для лечения, там даже лекарство продавалось как препарат, в первую очередь, сухого глаза. Сейчас добавили к этому глаукому, думаю, в течение года, может быть, двух будет показания для лечения маклодистрофии сетчатки с помощью этого препарата. Но препарат стали покупать явно, ну, слишком сильно, явно не было столько людей с сухим глазом даже в Москве. И потом оказалось, что наши люди творческие, и информация об этих лекарствах доступна, и вот люди прочитали, особенно дамы, о том, что это позволяет замедлить старческие сетчатки кожи, и начали покупать ящиками визамитин, использовать его для масок. И вот тогда было принято решение быстро сделать косметическую сыворотку, ее назвали метавитан. Вот в этом году, в этом году она начала, она начала продаваться. Еще интересный эффект. Хотя это вообще для большинства биологов звучит, звучит дико, потому что, ну, еще и потому, что биология достаточно специализирована. И люди, работающие в разных отраслях, не знают, часто чем занимаются их коллеги. Ну вот, метахондриально направленные соединения оказались очень универсальными. И, когда попробовали использовать, когда попробовали просто добавлять препараты, вот похожие на те, о которых я рассказывал, в срезанные цветы, оказалось, что они сохраняют жизнь срезанных цветов гораздо лучше, чем фирменный препарат Хризал, который выпускает на голландская фирма, они очень секретят его состав. Ну вот, этот Хризал, это то, благодаря чему такие дорогие цветы долго хранятся. Ну вот, здесь видны результаты опыта, в котором СККО-Ф3, формула которого открыта, и Хризал использует для сохранения Гербер. И мы видим, что там, где Хризал, Гербер уже поникли, а там, где СККО-3, они вполне еще себе такие живые. Но это все хорошо было. Ну вот, в 2011 году были закончены большие, самые масштабные испытания по продолжительности жизни животных, в которых уже были использованы выборки в сотне мышей, мыши разных линий, и вот, что показало это исследование. Здесь опять же кривая дожития, извините, что я вас загружаю графиками, но постараюсь так понятнее объяснить. Здесь изображены четыре кривые дожития, а мыши вообще обычно живут в помещениях, которые называют виварии. Вот все виварии можно разделить на две группы. Ну, за пределом нашей классификации будут ужасные виварии, но хорошие виварии и очень хорошие виварии. Хорошие виварии это там, где мыши живут как люди. Ну, то есть, где чистая комната, где каждый день убирают, где меняют постилку, каждый день их кормят. А есть еще, так называемые, RP, low pathogen, низкопатогенные виварии. Там, где мыши живут стерильно в воздухе, там, где их корм готовят специально, специально стерилизуют, где они фактически ни с какими патогенными микроорганизмами не общаются, где поддерживается строжайший режим влажности и температуры. И вот красная линия это мыши в обычном виварии. Зеленая линия это мыши в обычном виварии, которым давали СККО1. Вы видите, как кривая выгналась вот туда. То есть, произошло то, о чем мы говорим. Мыши начали стареть и дряхлеть медленнее. А вот, когда все это начали повторять в виварии сверххорошими условиями для мышей, оказалось, что, во-первых, в этом виварии мыши и живут-то дольше, как и следовало ожидать, но и препарат уже не добавляет им жизни. То есть, этот препарат не помогает обмануть генетическую программу старения, он позволяет лишь выжать все, что дает данному организму его генетика. С одной стороны, это, конечно, хорошо, но с другой стороны, это ведь не очень похоже на реализацию той мечты, о которой в самом начале я говорил. И вот, я как показывал, что эти данные были в 2000... Последние просмотры. Эта работа была опубликована в 2011 году. А в 2012 году вышла работа французских ученых, которая с таким с названием достаточно революционной, я бы сказал. Она называлась «Продление жизни крыс за счет повторяющегося перорального введения фуллерена 60-60». Собственно, вещество, с которым нанотехнология началась. Это такой футбольный мяч, сделанный из углерода. И вот в 1985 году удалось сделать искусственную форму углерода, которую до сих пор в природе не наблюдали. То есть сделать из атомов углерода вот такую идеальную сферу из пяти шестиугольников. Ясно, что за такую штуку ее исследователи получили Нобелевскую премию, ее авторы, а несколько позже, через 11 лет, уже научились нарабатывать громовое количество фуллерена, а сейчас вообще много нарабатывают, потому что вот такие круглые штуки, они очень хороши для смазочных масел. А вот здесь на фотографии, это на семинаре у Мусы, вот вы видите такого источного типа мужчина в центре, это он, а здесь справа Генри Шварц, ну и два физика, которые живут во Франции, ну мы с ним там общались по другим по другим делам, а как я туда попал, сейчас несколько позже скажу. Вот, а что собственно, что собственно удалось сделать Мусе, Шварцу и его коллегам? Вот опять у нас наше любимое кривое дожитие, которым я, наверное, вам надоел. Линия, вот крайняя ко мне, это кривое дожитие крысы, которым ничего не давали. Видно, что эти крысы прожили около 129 месяцев и благополучно умерли. Вот видно, что, да, вот они начали умирать где-то где-то в месяцах, то есть неправильно говорю, прожили где-то до 33 месяцев, а потом или до 130 недель, и потом все умерли. В опыте были три группы. Одной группе крыс давали просто воду, второй группе крыс давали оливковое масло, а третьей группе давали суспензию вот этого самого фуллерена в шариках в оливковом масле. И первая контрольная группа крыс полностью вымерла к 130 неделе. Та группа, которая давала оливковое масло, прожила несколько больше, а те крысы, которым давали фуллерен в оливковом масле, прожили 4,5 года. Это вот чтобы понять так сказать масштаб этого результата, можно сравнить данные полученные МУСО с данными полученными генными инженерами. Ну, неважно кем, вы знаете, что есть такая вещь генная инженерия, она позволяет приносить гены как угодно из одного организма в другой. И вот внизу это результат, самый большой успех по продлению жизни мышей, которые живут примерно так же, как крысы долго, с помощью генной инженерии. Ну, вот видите, стрелочка, да, и прибавка средней производительности жизни 40,2%. И мышки, над которыми долго издевались генной инженеры, ну, вот здесь видно, что мышки, как мы, только где-то 3% контрольных мышек пережило трехлетний барьер, у мышек, у мышек, которыми ввели специальные генетические конструкции, таких около 40. Это действительно было, скажем, таким революционным достижением науки о продлении жизни до опытов мусы. А у мусы мыши в опыте прожили почти в два раза больше, чем в контроле. Но мыши, которые получили оливковое масло, тоже прожили достаточно долго. Надо сказать, что оливковое масло это очень непростой такой состав. Олива это одно из самых рекордсменов долгожителей среди живых существ. Задокументированный возраст самой старой оливы задокументированный около 2000 лет. А сколько вообще она может прожить, никто не знает. Ясно, что это масло тоже как-то может в этом помогать. Но, тем не менее, мыши в контроле прожили где-то два с половиной года, а мыши в опыте прожили четыре с половиной года. То есть, это вот так, если бы мы куда-то пошли и видели, например, очевидца Крымской войны. То есть, результат совершенно не... Ну, не... И сами авторы такого не ожидали. Результат совершенно фантастический. И совершенно непонятно, как вот такая круглая углеродная штука может давать такой эффект. Надо сказать, что фулинг, ну, ходя на такой круглый, но он тоже может взаимодействовать с разными веществами, в том числе он может взаимодействовать и со свободными радикалами. И... Но это совершенно не объясняет его таких свойств, потому что мы видели, что вообще-то перехватчиков и радикалов много, они ничего такого совершенно фантастического не дают. И вот когда появилась эта работа, мы, ну, мы, я имею в виду, так сказать, биологи, начали об этом думать, и нам удалось достаточно серьезных физиков, Александра Владимировича Солдатова и его учеников как-то увлечь этой идеей, что может было нашим самым большим научным успехом. И мы потом начали думать вместе. И думать вот о чем. Ну, а что такое вообще может в фулинг произойти? И интересно, что у него появятся новые и начали с помощью разной достаточно сложной теоретической физики рассчитывать взаимодействие фуллерена с разными штуками. И вот оказалось, что теоретически фуллерен может давать устойчивый комплекс с протонами. А вы помните, да, вот мы начинали говорить много про протоны и по нашим расчетам оказалось, что фуллерен теоретически может связать достаточно много протонов и приобрести положительный заряд. И вот когда эти расчеты были получены, мы по-всякому там начали проверять и вроде бы они сходились. Дальше мы опубликовали такую достаточно спекулятивную статью о том, что раз фуллерен может протонироваться и заряжаться положительно, то он потом будет накапливаться в митохондриях. И действительно о том, что фуллерен накапливается в митохондриях было известно еще в начале века, просто этому никто не придавал значения. И вот мы предположили, что такая сверхспособность фуллерена продлевать жизнь связана с тем, что он защищает адактивную форму кислорода. А к этому в общем-то склонялись и авторы работы. Потому что вообще свободно-радикальная теория старения критикуют, у него есть несколько недостатков, но у него есть такой, как писал Владимир Ильич Ленин, есть такой существенный про другую теорию, что есть такой существенный плюс, она верна. Вот. И мы предположили, что раз фуллерен может зарядиться положительно, то он тоже может закачиваться в митохондрии. В митохондрии. И уже на основании тех опытов, которые были получены сонами Сколчева, мы сказали, что да, вот это второе подтверждение того, что если мы антиоксидант закачиваем в митохондрии, он проявляет свои уникальные свойства по защите от старения. Вот мы это опубликовали, собственно, после этого мы познакомились с французами и пригласили приезжать к себе на семинар, там мы тоже долго обсуждали это. Вот, но после этого тоже несколько таких может быть не очень понятных занудливых вещей, мне просто хочется прийти к чему-то более интересному. Но после этого мы подумали, ну хорошо, если фуллерены могут протонироваться, то а что с другими углеродными формами? А кроме фуллеренов и углеродных шаров есть еще такие углеродные нанотрубки. Вот мы нашли, что оказывается достаточно задолго до этого было показано и известно, что нанотрубки концентрируются в митохондриях. Ну, однако механизм этого был совершенно непонятен. на этой картинке разные прокрашенные по разной митохондрии нанотрубки и на верхней серии картинок видно, что если нанотрубки покрасить зеленым и обработать митохондрии, а потом митохондрию обработать красным красителем, то их наложение отдаст практически полное совпадение. механизм этого мы попытались с помощью достаточно таких тяжелых расчетов показать, что не только фуллерены, но и нанотрубки могут протонироваться и приобретать положительный заряд, и таким образом именно они накапливаются в митохондриях. Эти результаты мы опубликовали в одном из физических журналов в физике опубликовали достаточно недавно. Чтобы как-то связать это с реальностью, вот что я хотел бы вам продемонстрировать. Хотя это может быть не столько реальная связь, сколько такое что ли фантазия. В конце нашей статьи мы сформулировали несколько предположений, которые вытекали из всех наших теорий по поводу протонирования или депротонирования углеродных наночастиц. И вот нашим третьим предположением было такое, что токсичность нанотрубок в высоких концентрациях может быть негативной стороной адаптогенной полезной активности в концентрациях порядка нанограмм миллилитр. И просто поскольку все ищут в среди новых веществ что-то токсичное, то может быть имеет смысл поискать их какие-то стимулирующие эффекты. И вот практически одновременно выходит работа в которой совершенно люди не заморачивая всякой физикой и всякими моделями просто взяли нанотрубки и добавили их в землю в которую выращивали помидоры. Ну, примерно ну, кстати Мусата делал не так потому что если в конце останется время я расскажу. Он-то пришел к своему опыту по правительности жизни достаточно таким логичным путем. А тут складывается впечатление люди решили попробовать. Возьмем и в землю в которой выращиваются помидоры добавим немножко нанотрубок. И вот они получили что добавление трубок нанотрубок дает двукратное увеличение количества плодов без падения их массы. То есть добавление нанотрубок растениям делает с ними нечто что растения начинают работать в два раза эффективнее. Возможно это подтверждение нашей теории а может быть это случайное совпадение. нанотрубок Продолжение следует...